Согласно проекту, новый крытый рынок будет состоять из трех комплексов, в которых будут располагаться площади для торговли вещами, административные помещения, а также кафе. Эти помещения займут всю территорию нынешнего вещевого рынка, поэтому одна из задач, которую предстоит решить руководству, касается размещения продавцов на то время, пока будут вести строительные работы. Мы бы хотели, чтобы вот эта территория, которая у нас является парковкой вещевая, мы бы использовали ее на время строительства под торговлю. Как мы это осуществили, когда мы строили продовольственный рынок, то есть мы людям дали возможность зарабатывать деньги, они стояли на этом торговом, правда, немножко скучном состоянии, но, по крайней мере, мы практически всех 100% разместили на этой площади. Однако для этого необходимо изменить целевое назначение территории, на что руководство города готово пойти. Однако загвоздка не только в документах. В этом районе города проходит немало коммуникаций до того, как начать стройку, необходимо разобраться в первую очередь с ними. Вся проблема в том, что это очень большая скучность всех путепроводов, и одновременно проводить стройку и делать ремонт на этом просто невозможно технически. Мы, разговаривая с ОДЖПС, они сказали, что переносят эту программу на следующий год. Но этот перенос уже осуществляется в течение нескольких лет, нескольких лет, и поэтому проектное решение по этажности и так далее здания нами до сих пор не принято. Хотя, если показать следующие картинки по слайду, в общем-то, проект сделан. Если ОДЖПС в этот раз держит свои обещания, то строительство еще одного укрытого рынка на 6-м микрорайоне начнется в 2015 году, и по планам объект будет введен в эксплуатацию через несколько месяцев. Алексей Неконоров, Владимир Пороховой, Новости ТНРТ.